Действующий пока еще президент США в четверг дал телефонное интервью, в котором впервые ответил на вопрос о том, уйдет ли он из Белого дома 20 января. Напомним, до этого он отвечал в стиле «Я вам смеюсь», в том смысле, что он выиграл выборы со счетом 10-0, и сама постановка вопроса о том, уйдет ли он из овального кабинета или нет, как минимум неуместно, а то и провокационно. Он даже рассуждал о том, что на второй срок поставит в окна новые стеклопакеты, поклеит новые обои и сменит сантехнику в туалете, поскольку на унитазе образовалась глубокая трещина после того, как он узнал о проигрыше в Пенсильвании или Джорджии. В общем, он технично уходил от этих вопросов, и как только его об этом спрашивали, он отвечал, что еще не решил, будет ли он превращать лужайку перед Белым домом в площадку для гольфа или нет, и что решит это следующим летом. Тем самым такой ответ показывал, что он тут собирается сидеть и в следующем году, решая важные государственные вопросы по поводу лунок для гольфа у Белого дома. Но чаще всего Трамп все же отвечал в другом ключе, а именно, а вы в курсе, что я выиграл выборы? Нет, вы не видите этого, а я выиграл. И вот в его риторике впервые была замечена слабина, хотя общий ее фон особо не изменился. Тем не менее, Трамп таки проговорился. Вчера на вопрос о том, покинет ли он Белый дом 20 января, он ответил буквально следующее, «Конечно, сделаю, и вы это знаете». Но при этом он уточнил, что сделает это лишь после того, как победу Байдена утвердит коллегия выборщиков. А саму такую возможность он охарактеризовал так, «Если они это сделают, они совершат ошибку». А дальше он оседлал свою лошадку и поскакал на ней, размахивая красной бейсболкой, на которой красуется надпись из белых букв «Америка снова будет». В общем, он пояснил журналистам, что на самом деле выборы выиграл он и в который раз пояснил, почему именно. «Знаете, нам придется посмотреть, что произойдет, но я очень сильно жаловался на бюллетени. Бюллетени – это катастрофа, я не знаю, что произойдет. Я знаю одно – Джо Байден не получил 80 миллионов голосов». Он снова рассказал о том, что на самом деле получил намного больше голосов, нежели их обнаружили на избирательных участках, но их украли злоумышленники. В этот раз он не рассказывал мудрости из какого-то писания о том, как обидели мышку тем, что ей наделали в норку, и потому речь его была не такой цветастой, как даже неделю назад. Он повторяется по кругу, рассказывая одно и то же, а журналисты откровенно зевают, поскольку можно просто скопипастить то, что Трамп рассказывал в прошлый раз, и не напрягаясь даже вздремнуть во время его рассказа детективной истории. Но во всем этом есть пара моментов, которые до сих пор не находят ответа. Первый из них касается того, что Трамп и его бригада подельников вытворяют с устоями государства. По сути, Трамп показывает, что будучи президентом, можно вытворять все, что угодно, вплоть до поступков, которые ведут к разрушению государства. И вопрос тут стоит просто, насколько безнаказанным останется сам Трамп и его развеселая шайка, которая частично только что откинулась с хичи по его амнистии, а частично не успела туда заехать. Этот вопрос вытекает не только из логики событий, свидетелями которых все мы стали, но и чисто по формальной причине. В США действует прецедентная система права и очень многие деяния оцениваются ровно так, как они были оценены ранее. Это значит, что какое-то действие или набор действий в будущем будут оцениваться ровно так, как это уже было в прошлом, если не произошло существенного изменения нормативно-правовых актов, регулирующих эти вопросы. А это значит, что следующий президент может упереться в дверях своего кабинета и орать, а я никуда отсюда не пойду, меня все любят, а мои голоса украли. Логика подсказывает, что вся публика, прямо сейчас пытающаяся сформировать этот прецедент, должна быть отловлена и примерно наказана хотя бы для того, чтобы в будущем ни у одного деятеля даже мысли не возникало вытворять подобные вещи. Так что всех надо отловить и публично примерно наказать. Логика говорит о том, что все они должны нести ответственность за попытку разрушения государства и тем более при участии одного лысого иностранного гражданина. Между прочим, тут возникает одна пикантная деталь. Вот Трамп помиловал свою братву и та с гиканьем и улюлюканьем вытряхнулась из тюрем. По общему правилу, человек не может быть дважды осужден за одно и то же преступление, и это значит, что Трамп не только помиловал своих пацанов, но и закрыл саму возможность вернуться к этим преступлениям в будущем. И вот тут закопана мина просто гигантского размера. Ведь вся эта братва признала свою вину в неприятных, но не самых мерзко пахнущих вещах. Практически все они получили сроки за препятствие правосудию или проще задачу заведомо ложных показаний. То есть налицо идентичная тактика поведения всех этих деятелей. Они сознаются в том, что врали следователям и садились именно за это. В Штатах это не редкость и в принципе общество глотает подобные вещи без особых проблем. Напомним, что именно на этом попались президенты Никсон и Клинтон. Они имели неприятности не за прослушку и оральный секс на рабочем месте, соответственно, а за ложные показания, данные под присягой. То есть за нарушение присяги. А ведь в случае команды Трампа ложные показания прикрывали куда более серьезные действия, которые могут квалифицироваться как шпионаж, измена и тому подобное. Но ведь мы же помним тот самый общий принцип, согласно которому лицо нельзя повторно привлекать к ответственности за одно и то же преступление. Так вот, после ухода Трампа из Белого дома их нельзя привлекать к ответственности за ложные показания. И это лишь по уже изученным эпизодам, а вот за все остальное – велкам. Они больше ни в чем не признавались, и копать там можно и нужно так, чтобы больше никому не повадно было. Ну а сам Трамп, конечно, уйдет из Кремля, вернее Белого дома, поскольку в противном случае его оттуда банально вынесут, причем свои же соратники, которые дойдут до кондиции за оставшееся время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова